Поэзия, восторг и светочь, но мог их творчество, тиран. Остал бы Лермонтов поэтом, когда бы не было Тархан, когда в них небес просторы, золоторунные поля, прудов задумчивые взоры, благословенная земля. Это стихотворение Зареченко написала после посещения Государственного музея-заповедника Тарханы. Усадьба, где провел детские годы великий русский писатель Михаил Лермонтов, вдохновила Ольгу Коршунову. Свои произведения она продекламировала на площадке «Открытый микрофон» во время акции, посвященной Дню памяти поэта. Мы живя на Лермонтовской земле, на нашей родной пензенской земле, где столько всего Лермонтовского, такие традиции, такие корни литературные, конечно, мы не можем пройти мимо этой даты. День рождения и день гибели поэта. В общем-то, это какие-то значимые даты в жизни каждого культурного человека. Поэтому я здесь. В Заречном памятная акция, посвященная 180-й годовщине со дня гибели Михаила Лермонтова, прошла в зоне отдыха «Солнечное», рядом с памятником великому писателю. В ней приняли участие зареченцы разных возрастов. Озвучить в микрофон талантливые строки мятежного поэта или произведения, посвященные Михаилу Лермонтову, могли все желающие горожане. Девятилетняя Злата Рогулева прочла одно из своих любимых стихотворений. Когда волнуется желтеющее небо, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слипа по тенью сладостной зеленого листка. Мне нравится поэзия Михаила Юрьевича за то, что, за красоту его написания. Вот самые мои любимые стихи, это, наверное, «Бородино», «Парус», «Когда волнуется желтеющее небо», которое я читала сегодня, и «На смерть поэта». Кто тебя познакомил с творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова? Мне в этом помогла моя мама. Акция, посвященная 180-й годовщине со дня гибели Михаила Лермонтова, завершилась возложением цветов к памятнику великому русскому поэту. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».